Из книги «Открытым оком» девятый том, тема Лапкин книги, вопрос 2292. Кому вы обращались за помощью для издания книг, есть ли от этого польза или так никто и не откликнулся, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Польза всегда есть, потому что приходится говорить о спасении, о Христе. Кто-то поговорит, и то приятно нищему. Сирахов 19.16. Роса не охлаждая слезное, так слово лучше, нежели даяние. Сирахов 19.18. Глупый, немилосердно укоряет, и подаяние неблагорасположенного иссушает глаза. Недавно обратился к благорасположенному человеку, да откликнется через него Бог, управляющему Сбербанка по Алтайскому краю Песоцкому Владимиру Филимоновичу от Крестово-Воздвиженской общины православных христиан. Прошение. Уважаемый Владимир Филимонович, просим оказать денежную помощь в издании книг Нового Завета Столкования. В трех томах, по 752 странице каждый том, с 96 иллюстрациями Густава де Доре. Ориентировочная стоимость издания этих трех книг – 300 тысяч рублей по тысяче экземпляров. Книги эти чрезвычайно нужны, и ничего выше уже никогда не создать. Новый Завет – это руководство для всех христиан во всем мире. Но от того, будут ли его правильно понимать, зависит, какую пользу люди извлекут из этой книги жизни. Толкование же это – наследие святых отцов первого тысячелетия. Как многие души могут обрести спасение и найти выход к свету из тьмы невежества, заблуждения, блужданий по сектам и ересян. Ваша посильная помощь – это чудный памятник вашей доброте и милосердию. Судный день, как многие души будут ходатайствовать перед Богом за вас. Расчетный счет Крестово-Сдвиженской общины в Алтайском банке. БИК, номер, курс счет, ИНН, адрес банка, город Барнаул, 38, Комсомольский проспект, 106А, телефон 39-92-56. Чего им не хватало, люди говорят, когда сажают важную персону, как масли сыр хватали все подряд, шишки спартины, коммунист, масон ли, с экрана не слезают, там и спят, меняются блудницами, гаремом в обновках, ежедневно с головы допят, пропитаны напитками и кремом. Им не хватало в пост великий сало, быть может, золотом с начальством не делились, но их мяуканья нам мало, мало, мало. Здесь на тюремных нарах с отрыжкой подавились, мне приходилось видеть их вблизи, обшарпанных, подавленных, отсветших, окурки подбирает лебезит, безбожная взорвавшаяся пешка. Еще под следствием себе вскрывает вены и спросты не плетет, скорее удавку. Теперь не молится, спаси, товарищ Ленин. Психиатрии просятся за справкой, а сиротелые подельники лопочат. Нас соблазнили, многого не знали, столкнули льбами их на ставке очной. И человечков нет, одни скоты каналии, им не хватает мужества совсем. Выламываясь, давятся в проходе. Что ж передачки не несет гарем? Судья выпытывает только лишь плохое. Им не хватает веры, раскаяния, зависли в пустоте своих утрат. Ни строчки из священного писания никто ему не скажет. Милый брат, казнить нельзя помиловать. Спасительной ли будет запятая? Христос, дай веры мне, пошли в Святую Библию. Вот этого теперь мне не хватает. 6 августа 2003 года Игнатий Лапкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова